Вы знаете, по-моему засели просто предатели. Мы пишем, многие в Кремль писали, приводили примеры эти чудовища. Бессмысленно. В Кремле засела секта свидетелей-яголовы. Егоисты, ягодяки в Минобразении. Но, что вам сказать? Дело в том, что во всех странах демократии очень плохое образование. И никто не обращает на это внимание. Плохое образование гарантия демократии. Тогда они понимают, чего происходит. И начинают верить во все разводивого. Я сразу знаю по письмам авторов и возраст. Молодые, когда пишут, их сразу видно, когда письмо приводит на электронную кучу, как? Ошибки. Они не умеют грамотно писать. Никто протече. Мало кто. Я не очень грамотный. Я учился в Московском медицинском институте. На слово «сейчас» я писал вместе всегда. Эти рвут слова на части совершенно. А иногда, наоборот, вместе. Например, во что бы то ни встал. Это просто монстр какой-то. Не дай бог на ночь приставишь. Здесь многие пишут через «з» и через «с». Начало «с», а в конце «з». Здесь «з». А в слове «борщ» можете четыре ошибки сделать? А мне пришло письмо. Он был напишен через «п», два «щ» и мягкий знак. «Порщ». Одна пишет. А фразы лепят. Я хорошо владею плохим английским. Хирург через «е» почти все пишут. Ха-ха. А мне каково это подлучать? Мой папа работает в предохранительных органах. Я только некоторые вам сейчас зачитываю. Я вам пишу, а вы словно рыбы в рот набрали. Слушайте, у них мат с ошибками. Святое погадят. Это же кощунство. Как можно в слове «из трех бог» сделать ошибку? Парень в Риге, русскоязычный, там же кафедральный собор, написал раздельно «кофе дральный собор». Ну там вроде кофе дерут с дерева. Я не знаю, что он им... А мультиканальный сколько пишет? Мультиканальный. Мы с подругой на диете второй месяц охудеваем. Они все сдали ЕГЭ. Они все аттестованы. И все мечтают стать менеджером. Инженеры были ведущие, старшие простые. Все. Менеджеры, сейлз-менеджер, сити-менеджер, аккаунт-менеджер, боже, их как блог на собак не резать, у этих менеджеров. Кто такой менеджер? Менеджер, вот есть такое старинное русское слово, называлось «никака». Вот это... Это человек, не владеющий профессией. Я так и называю. Менеджеры – это громко звучащее название, козявочный мозг, не отличающий пикселей от пендалин, и бонус от ануса. И... Я менеджер, ты себя в зеркало видел? Отель-менеджер. У одного менеджера спросили, пиво, может, надо? Он ответил пипить. И... А Кобальт Купру прочитай. Соси прочитал. Менеджер. А это написало сочинение при поступлении на работу менеджера. Моя героиня – Джана Арк. Но она была кастрирована. Менеджер. Борщело! Скажите, ну что же это такое? Почему адекватный? Ну почему? Есть русское слово «вменяемый». Оно точно. Но вменяемый – это очень точно. Адекватный – чертузный, что это такое. Поэтому и пишут. Секвестр. Вот что такое секвестр? Ставушки смотрят, говорят, секвестр будет. Или голубые фишки упали в цене. Вот это очень важно. Вот полстрата вообще не въезжает в тему. Какие голубые упали в цене? Что произошло? Секвестр означает, что пенсии задержат. Но это же не скажешь, у нас секвестр будет. Креативный, творческий. Творческий и креативный – знаете, какая разница? Творческий – от сердца, а креативный – за бабки. Поэтому продюсер всегда креативный. Но он творец Всевышний. Не скажешь, что он креативный. Почему так изуродовали язык? Инвестиция – вложение. Инвестор – вложение. Любому этому уродству, уроду, слово можно найти замену. Дизайнер – лапшевец. Имидж-мейкер – фуфловтюк. Ну, скажите, вот почему стали говорить, где-то тут выписывал, выписывал, сейчас, 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 любой чиновник говорит, я мониторил. Так хочется спросить, какой рукой ты это делал? Скажите, почему стали говорить негативно? Вот смотрите, отрицательно. Почему я, слово это дрожит? Природной дрожит. Почему? Отрицательно. Негативно не имеет смысла, ну, информационный смысл имеет, но не дрожит. Вот разница. Отрицательно. Отход от троицы. Кто отошел от троицы, тот живет отрицательный. Вот почему я так за русский язык говорю все время. Да потому что русский язык не нуждается в заповедях. Каждое слово русское есть заповедь, совет, оберег. Все, вот, многие на ночь тянутся к еде. Думают, как похудеть, объедаясь на ночь. Это извечная проблема с вами. Некоторые ночью пять раз к холодильнику подходят. Одно русское слово. Чревоугодие. Червянуга ждать. Вот кто сегодня потянется ночью, будут вспомнить, чревоуглистов кормить. Нет, вон. И так практически все русские слова, они раскрываются. Но ученые не хотят об этом говорить или не знают этого. Месть. Все голливудские фильмы учат мстить. Месть меня ест. Тебя самого сожрет месть. А слово сложно от слова ложно. Угать будешь, сложно жить будешь. А это слово какое? Зависть. Зависимость. Будете завидовать, будете в зависимости. А гнев очень тупой. Просто хуже американцев. Вообще тупой. Реально. Гнев. Гной будет душе. Гнать надо. А какое слово? Потрясающее. Обида. Беда. Обиделся. Беда. Смотрите, что ни слова, то жалость. Жаль. От слова жало. Извиниться. Из вины выйти. А грех и горе из одного слова корня. Грр. Грр. Будешь грешить, горе будет. Посмотрите, какой язык. Как можно это заменять мусорными иностранными словами. А гордость. Достать. Горе. Будешь... Это как заповедь. А прелюбодеяние. Даже заповедь не нужна. Слово-то пойми. Прелюбодеяние. Перелюбил ты, парень. Деяние того, кто переступил через любовь. Богатый от слова Бог. Святой от слова Свет. А больше от слова Боль. Будешь хотеть больше, будет боль. А нет. Золото. Золото. Золото и зло. А из одних буквы составлены. Теща. Все русские слова святоносные. Не было отрицательных слов. Такое выражение у славян есть. Ничего себе. Себе ничего. А приходит в наш магазин и говорит. Ничего себе. И себе. Попали в мир потребляться. Эээ. Потребление. Все слова добрые в славянских языках. Теща. Смеются на теща. А теща хорошее слово отца. Утешить. Утешать. Зятя должна. Ну, в хорошем смысле. Гладь под головкой. Говорит. Извини. Я такая уродина попалась. Свекровь святая кровь. Теперь через епи, что вроде как свернулась кровь. Жена. Жизнь. Слово. А муж от какого? Знаете слово? А, может. Может. Муж не может. Извини. Все это забыто. И, к сожалению, молодых людей не за что. Рыба у нее с головы. Здесь многие правители стали говорить безграмотно. Смотрите, разрешили говорить в разы, потому что Медведев стал говорить в разы. Министерство образования. Знаете, почему Министерство образования не может образовывать Россию? Они сами не образовываются. Я когда с ним встречался, мне замминистра образования сказал, я был на день рождения. Он склоняет второе слово. Как можно было набрать таких менеджеров, которые не умеют этого говорить? Медведев порадовал, говорит, БТР-80 хедлаймер Парада Победы. Его еще одно изречение. Скоро наступит хэппи-энд сельского хозяйства. Президент не должен быть в России. Правитель должен быть. Председатель. Президент от слова сидеры. Это типа просидевший переводится. Это иностранное слово. Ну почему? Вот в Беларуси хорошо. Батька! Он батька, только, не президент не мог такое сделать, только батька, привезти министра в тюрьму, сказать, смотрите, сколько свободных мест. А у нас только Сердюкова обслюнявили пока. Они говорят безграмотно, и наши образователи разрешают теперь, они меняют слова. Знаете, я заглянул в словарь, и в словаре написано, честь устаревшая. Вы представляете, многие слова изменили потрясающе, при нашей жизни, значение. Ну смотрите, голубое, это же хорошее слово было. А трахнуть вообще, это ударить. А Белочка, это и хороший зверючек. А сейчас Белочка по-другому понимает. Смотрите, как все меняется. Что вам сказать? Кофе разрешили, вот они не могут там наверху, вот как вы не можете телефон выключить, они там наверху не могут запомнить, что кофе это он. Оно, правда тот кофе, который я сегодня пил, это оно. Но, если кофе оно, то и фурсинка оно. И мне одна женщина писала, Михаил Николаевич, вы многие фамилии расшифровывали, если наоборот читать. Ну я прикололся, ну действительно, Путин, наоборот, не тупо. А чубай с ябуч наоборот, вот это, ну правильно, собрал бабки и сделал вот это, а депутат наоборот по-русски тупет. Вот это, ну реальный тупет, ты понимаешь? А унитаз затянул, наоборот, считаешь как это? И мне одна женщина пишет, вам, чтобы понять суть фурсинка, надо наоборот прочитать его фамилию. Готовы в России, наоборот, фурсинка, окнослов. Вот этим он и занимается на сегодняшний день. Я Миронову, когда он возглавлял справедливо, когда он был в Совете Федерации, говорю, смените вывеску. Ну что ж, это стыдно, народ смеется над вами, грамотный. Огромное здание в центре Москвы написано, Совет Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации. Ну это монстр, урод. Это мало того, что это автология. Ф, Ф буквы не было в русском языке. Это принесли греки нам, с Византии пришло. У нас был звук П, то, что у нас П, у них стало Ф. Я подумал, фс, фс. Парус, фарас, пир, фир, палец, фалец, отсюда фалк, нас я не показываю. И я ему говорю, тогда пишите по-русски, Совет Федерации, Федерального Собрания Российской Федерации.